Расскажите о школе, что вы думаете про обучение? Наша школа это уникальный заповедник. Это одна из, наверное, двух уникальных школ изобразительного искусства в нашей стране, которая является кузницей кадров. Потому что большинство наших выпускников ныне это ведущие художники нашей страны, представляющие нашу страну на мировой художественной арене. И поэтому можно с полной уверенностью сказать, что это кузница кадров. Это школа, которая выпускает лучших художников нашей страны на протяжении, не побоюсь сказать, 265 лет. Потому что можно с небольшой натяжкой сказать, что школа появилась именно с момента основания Академии. Потому что в Академию принимали с самого юного возраста. И пока человек не достигал определенных высот в той или иной дисциплине, его не переводили на следующий курс. И в силу того, что ребенка брали в самом раннем возрасте, где-то в 5 лет, 4 года, в нашу школу, можно сказать, что вот школа появилась тогда. Да, потом, конечно, появилась школа юных дарований в советское время. И вот сегодня мы празднуем поэтому 90-е ее летие. Но, тем не менее, связь школы и Академии, она неразрывна на протяжении всей истории современного российского академического искусства. И говоря о нашей школе, конечно же, хочется сказать, что это определенный заповедник. Даже приходя туда из общеобразователей школы, какой-нибудь ученик, плохо ведущий себя, становится, перевоспитывается не педагогами, не учителями, не сверстниками, а перевоспитывается стенами. Потому что именно стены первые, кто учат нас. Потом педагоги. И очень часто так случается, что дружба с педагогами, с художниками, с наставниками, она идет через всю жизнь потом. И по разным причинам бывают педагоги, члены правления союза, члены союза. Уже через какое-то время студент, ученик, выпускник нашей школы, он уже рядом с педагогом, висит на выставке. Они уже говорят о искусстве как профессионалы, не как учителя, ученик. Но тем не менее, вот эта дружба зарождается еще в самом начале творческого пути молодого творца. И хочу вспомнить постановление, даже все время наш президент Владимир Владимирович Путин издал об уникальных школах, в том числе школах изобразительного искусства, куда и средняя художественная школа Петербурга попала, и при российской академии художественной, и московская художественная школа. И это говорит о многом, когда президент знает и не только о ее существовании, но и о ее целях и задачах. А цели у нас очень важные, очень необходимые, потому что изобразительное искусство – это то искусство, по которому нас будут судить через века. Какая была эпоха, какое было время, с чем жил человек 21 века, или человек 20 века. Ведь школа наша выпускает впоследствии, художники становятся ведущими художниками страны. У нас большое количество профессоров в Аковске выпущено на нашей школе, огромное количество народных и заслуженных художников, академиков, российской академиками. Но вы назовите хотя бы несколько. Начнем, давайте, если мы говорим о Петербургской, о средней художественной школе, о СХШ, то Андрей Николаевич Блек, народный художник России, Сергей Николаевич Репин, заслуженный художник России, тоже академик российской академии художеств, Владимир Сименович Песиков, народный художник России, профессор, академик российской академии художеств. Очень большое количество выдающихся художников закончила именно школу. Многие забывают, даже Глазунов заканчивал среднюю художественную школу в Петербурге, в Ленинграде, точнее. И у нас в институте Репина много преподает СХШ-тиков. И СХШ, она по-своему, да, вот такая альмаматра, да, кузница современного академического наследия, в прямом смысле этого слова, да, потому что художники, достигая определенных высот, они входят в золотой фонд русского академического искусства. Или русского искусства, не только академического, потому что по-разному, да, складывается творческая судьба художника, да, он, может быть, сначала классический академист-реалист, а через какое-то время он становится авангардным, абстрактным, да, он выбирает какой-то другой путь. Но это ничего страшного, потому что он прошел ту базу, тот фундамент, который нужно заложить в сознание художника, да, и выбрал свой путь. И это очень хорошо, поэтому его искусство, оно убедительность в любом случае всегда. Поэтому, ну вот, празднуя сегодня 90 лет, я очень рад, что научно-исследовательский музей Российской академии художеств и лично директор Алексей Юрьевич Мудров сделали такой прекраснейший проект. Я очень благодарен как выпускник руководства музея и Российской академии художеств за этот подарок, потому что здесь выставлены работы из фондов, которые мы, выпускники, конечно же, вот так вот свободно не можем прийти посмотреть. Это вещи, которые хранятся для внутреннего учебного процесса, да, то есть для молодых наших дарований, для молодых художников, для молодых учеников. Мы же уже, старенькие товарищи, не можем так прийти, посмотрите, сегодня для нас, для творцов, для художников это просто праздник, когда я прихожу, вижу работу своего отца, выполненную в 17 лет. Пойдемте посмотрим. Или там работу моего учителя Владимира Симоновича Песикова тоже рядом. Вот это Песикова где-то, все там. Да, вот обнаженка, тоже прекрасная вещь. Чуть выше портрет натурщицы, да, с руками на его отца. Сегодня хочется вот сказать, что иногда и студенты старших курсов так не смогут сделать, как сделали молодые ребята, ученики средней художественной школы. А как Вы вообще находите вот нынешнее художественное образование? Оно отличается от того, что раньше было по качеству? Категорически. И в этом очень, к сожалению, виноваты и Министерство культуры, и Министерство образования, потому что в угоду каким-то тенденциям, например, ЕГЭ. ЕГЭ для художника, это то же самое, что ЕГЭ для медработника. Разрезать научился как, а зашивать уже не знает, нужно бы магистра получать. Это неправильно. И опять-таки, да, если мы с Вами говорим о элементарной простой жизни, Вы пойдете к врачу, который умеет что-то делать наполовину, да, который является бакалавром медицинских наук. Я бы не пошел. В общем, так же и художник. Он не может наполовину уметь рисовать, а наполовину вот надо еще получить магистратуру. Вот беря опять-таки пример этих вещей, да, вот портрет научился писать порцию, научился писать только, когда станет магистром. Ну как же так? То есть это какие-то полуфабрикаты. Вот эта система магистратуры и бакалавриатуры порождает. Дальше, опять-таки говоря, в учебном процессе хочется больше часов именно изобразительного использования. Хочется, чтобы у нас в первую очередь в наших художественных школах было приоритет дисциплин творческих, а не общей такой программы для среднеобразовательной школы, когда руководство школ наших художественных вынуждено дисциплины выводить за рамки программы, да, и делать их доп. образованием, что опять-таки сказывается негативно на учебном процессе. Развивая эту ситуацию еще дальше, государство должно очень внимательно и скрупулезно заниматься именно творцами, выпускниками до творческих вузов, давать им заказы. Музеи должны закупать картины, чтобы музеи могли закупить картины и дать возможность художнику чуть-чуть дальше существовать и жить, да, заплатить за мастерскую. Для этого должна быть отдельная статья бюджета. То есть государство должно выделить музею на закупку современных произведений искусства эти деньги. И так далее, и так далее. То есть здесь-то целая цепочка, начиная с юности и заканчивая довольно взрослым периодом жизни творца. И тогда мы с вами через какое-то время придем к тому, что мы видим с вами в новой третьей порте, к тому, что мы с вами видим в русском музее, в новом зале. Мы увидим большие, качественные, эпохальные вещи, четко дающие характер нашего времени. То, те работы, по которым нас будут судить наши потомки через 100, через 200, через 300 лет. Именно для этого и создано искусство. Именно для этого и работает средняя художественная школа Ягонсона, Петербургская академия художеств, Российская академия художеств. Именно для формирования и создания, и сохранения русской национальной академической школы. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Блиок Андрей Андреевич. Художник. Художник, выпускник средней художественной школы. Спасибо. Я так поняла, что вы эту выставку видели по-другому, да? Да, я эту выставку выставляю. Так, как? Ну, у нас в школе на каждом юбилею, пока я преподаю, прошло, это третий, практически эти же самые работы у нас выставляются каждый раз в авторизале. А вы бы кого хотели видеть на выставке? Ну, может быть, надо бы сделать немножко побольше. Я бы хотела пошире, просто охлад. Просто побольше. Просто пошире охлад. Не только 50-е, 60-е, 40-е, 30-е, но еще что-то из... даже совсем субтиментное. А на выставке представлены какие годы у художников? От основания школы от 34-го по, наверное, 65-й. По 65-й. А кто из известных художников учился в вашей школе? Ну, вот, прежде всего, Кириллова Лариса Николаевна. Кто? Кириллова Лариса Николаевна. Так, мы ее работу посмотрим? Кто здесь написан на Котово, а я попросила, чтобы он уйдет. А не ее, потому что он уйдет замуж, стал Кириллова. Угу. Походильный. Ага. Так, а вы сказали, что Глазунов тоже в вашей школе учился? Вот так, вот, вот так. Вот это все, что есть, да? А сейчас, какая-то еще одна головка осталась, было больше. Угу. Но они не подписные. Подписная в конце 80-х, начале 90-х годов, в вашей школе нет. Ваши работы здесь есть? Нет, на работы здесь нет. Ага. А на фотографиях кто представлен? Есть тут класс, где Шемякин, Векслер учились? Не думаю. Это фотографии из Аграмия Владимира Вячеславовича Загоника. Еще раз фотографии из Аграми Владимира Вячеславовича Загоника. Да, из его собранник. Вот вот его, вот вот, вот у собственного работы, папа, он его учился тоже в школе. Тоже в этой же? Да. В permitting. Шемякин Франкоaren. Угу. Он с первого мальчика с моими родителями. И, ну, у собственного слова папы, естественно, фотография требует. Так, давайте посмотрим, где его папа фотография. Прямо как маякос. Я там только живитель молодой. Понятно. А расскажите немножко про школу. Она была создана... Это потому, что после революции уничтожили школу, которая, видимо, при царском режиме здесь была? Или как? Школа как таковой не было. Просто брали детей с 10-летним возраста и начинали учить. Причем из разных сослов. Более-менее не спасли. Это там, рисующие. И пункт тут доходил, тут доходил. Здесь же разные ступени образования были. Сначала пейзажный класс, вероятно, тюрмортный класс, пейзажный класс. Сколько лет учились? А как вы учились? А, то есть не было такого 10-летка, да? Нет, не было. Вот в 19-м, там до 30-ти лет, они тогда уходили даже просто за справку. А некоторые с золотой медалью ехали в Италию. Ага. А Италия тоже считалась как продолжение учебы или нет? Ага. А сейчас уже Италии нет, и сейчас вместо Италии вот просто мастер-классы или как там? Нет, нет. Почему есть творческие мастерские. Творческие мастерские вместо этого. Ага. А чему... Пойдемте туда, в сторонку отойдем, чтобы звук был лучше. А скажите, пожалуйста, чему у вас в школе учили? Вот вы в какие годы учились в школе? По 72-й, по 79-й год. По 79-й, то есть восьмилетка, что ли? Нет. Нас принимают в 5-й класс. В 5-й класс, ага. Потому что до 10-ти лет человеку невозможно объяснить перспективу. Мозг так учился. А, вот так вот, да? Ясно. И чему вас учили в школе? И было какое-то вот в 1-м, в 5-м классе такие предметы? Дальше? На самом деле предметы не менялись практически. Там добавлялась пластическая анатомия в более старших. Техника технологии живописи. Что-то еще. Она, ну, что-то похожее. А вообще так вот живописи рисунок композитивных. Они просто идут с усложнением. Первые три года акварель, потом переходят на масло. Потом идутся просто задания сложные. Сначала интерморта, потом голова, потом тоже многотур. Потому что мы сразу поступаем в институте. А в институте был смысл? Там что-то продолжение было? Или там, в принципе, после школы института не нужен был? Мне нужен был. Тут каждому с вами. Каждому с вами. А вот то, что сейчас художники вообще без высшего образования, там и некоторые без школы. Ну, я таких не знаю. Ну, много таких. Абсолютно художников таких единиц. То есть... Как раз по поводу великих людей. У нас здесь, правильно сказали, на самом открытии, наверное, три четвертые педагогического состава института закончили нашу школу. И где-то больше половины самих художников в Санкт-Петербурге. Ну, Сумякин же, например, не кончал академию. Ну, он и школу не закончил. Он и школу не закончил, но при этом он художник и всемирно известный. Можно быть... И таких много. Я просто знаю, многие после Мухи там, причем... Да, но там тоже разные факультеты. Они все равно учат. Это больше учат на Мухе. Они тоже учат. Ну, сейчас многие просто вообще без образования. Хорошо, если есть еще школа. Ну, Союз, понимаете, это официальная организация. От нее... От нее же многие еще в советское время отказались и не стали вступать. Люди приносят работу и смотрят на него. Похоже, достойно, если это профессионально. Принято. Там не дают ни денег, ничего. Мастерскую только, если ты это не сможешь. Ты только платишь за то, что там участвуешь. На выставках. Женские обвинения. Даже в музее еще не пускались. Ну, то есть вы считаете, что образование высшее, художественное, человеку, который работает в области искусства, нужно? Ну, не всем. Так. Не всем. Я о них это не говорила. Я говорю, что мне нужно. Ага. У меня есть несколько моих друзей, которые закончат, только совершают. А нету такого, что обучение, например, в академии, особенно если сильный учитель, то ученик подпадает под его влияние и шпарит потом в его стиле. Бывает, бывает и нет. Вот сильный учитель Моисеич Моисеенко, а под него шпаргуются, это только один человек. Кто? Шемерикин. Все остальные из мастерской Моисеича выходили другие. А он с Мольниковым, да, Мольниковым почти похоже. А что вы сейчас можете... Сейчас, я так понимаю, школа юбилей какой-то, да? Да, 90 лет наша школа. 90 лет, и вот в связи с этим вот эта выставка. До какого числа она будет? Ой, не знаю. Это токсинавка. А, она будет все лето. Все лето. Вот что мне сказали, она будет на начале сентября. Не самое удачное время, потому что здесь будут только абитуриенты, студенты. Так, а на какие работы стоит обратить внимание? Да практически на все. То есть вот все такие работы хорошего уровня, такого профессионального, да? Да, кроме вот там немножко послабее, вот в том и было. Ну, они совсем, они 30-х годов учили тогда странно. Но, тем не менее, там люди с очень интересными именами. То есть там... Как бы потом они стали очень серьезными колледжами. Ну, детские еще работы. А вот это, как бы, работы какого класса? Выпускники, что ли? Это работы все, значит, масляники. Здесь все масло. Это, значит, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й класс. То есть это вот в чек... Подождите, 4-й, 5-й, это после 5-го? Специальных предметов. Считаю, тогда так подписывали. 5-й, в общем, образовательный, 1-й, специальных. А, все. И какие тут вот можете показать, которые младшие? Да, натюрморты. Натюрморты, это младшие, да? Бобовы, это следующий этап. А то, что там вот обнаженная или торт, это с акцентами уже на выпуск. А обнаженка у вас, как бы, была у вас, вы рисовали, то есть с натуры, да? Ну, официально мы рисовали с натуры мужского фигуру, и официально еще на немаре. У школы хороший уровень, да? У школы сейчас очень хороший. Очень хороший. А у нас лучшая школа в мире. В мире? Вот в этой узкой специализации, юристическая, искусственная, реализм, классическая. У нас лучшая школа в мире. Потому что он самый лучший считает, самая Москва, но он и лучший Москва. А какие у нас еще в Питере есть школы Рериха, по-моему, да? Рериха это училище. И какое еще? Чистое училище. Рериха это училище. Они в 10-е, 11-е, там, 9-е, 10-е, 11-е, 12-е. И все только Рериха и все? И вот Сахаша? И среднего образования, вот такой вот. Да, да, да. И 190 еще, которые готовят, можно сказать, мужские рецепты. Но они уже послабее, уровень слабее. Но они другой, другой направленности. У нас вот, например, дети легко поступают. Ну, как бы, те, которые не очень тянут рецепты, трепет, такой средний образ, да? Или боятся выступать. Они очень легко поступают в Герцине и поступают в другие вузы. Другие, кроме мужских. Там другая направленность совершенно. Там не начали учиться. Там надо переучиться и начали не слить. А какое обучение в школе? Там интернат? Интернат есть. Есть интернат для приезжих. То есть у вас и приезжие, а приезжие как учатся? Их отбирают на месте или они сюда приезжают и поступают? Они приезжают и поступают. Поступают. То есть они работу присылают? Да, они присылают работу, потом приезжают. И еще учатся. И учатся, видимо, живут в интернате платно? Ну, платно, но недорого. Но недорого. Так, что еще можете сказать? Сколько времени? Уроки как везде или дольше, поскольку есть специальные предметы? Получается дольше. Они загружены учатся. Очень сильно загружены, да? То есть учатся они с 5 по 10 класс и потом дальше продолжение в Академию художества. И сейчас у нас еще будет введено образование, класс идет среднего, специального. Они будут получать диплом и на год будут дольше учиться. Мы когда учились, мы тоже учились на год дольше. У нас была немножко растянута программа общего образования, было легче поступать. Мы сдавали в 10 классе те предметы, которые, в общем, задние, которые были не нужны в институте. И только литературу, историю, что-то у нас оставалось, типа физкультура. Мы в 11 классе, мы были на год лучше. И только искусство было очень мало. А историю искусства серьезно изучаете? И по музеям вас, ну, школьников водили, да? Ну, школьники, к сожалению, сейчас. Вот этот организм только организован, вот это меня очень сильно. Как бы там... То есть нет такого, что пришел и там копируешь? Нет, они не копируют. Они хотя бы просто ходили на выставки. Копируют уже. Мы им даем копируют, только с хорошими продукциями. Их никто не пустит вот так вот в зал идей. Просто у меня что-то... Они все ходят организованно, они учили детка в 80-х. Это моя личная боль. А выставки вот устраивают вот тех, которые сейчас учатся учеников? В школе. В школе. В школе часто, да? Да, часто. Часто персональные выставки бывают, и какие-то там на несколько человек. Почти все равно, все равно какие-то выставки, либо тех, либо других учащихся. Я этим поддерживаю. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Членов Наталья Александровна, преподаватель Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея имени Агансона, при рах заслуженный художник Российской Федерации. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok от нашего ученика учебного учебника. Дети входили в храм и в пуст вместе со студентами и профессорами, затем поднимались по лестнице в 2-й этаж, а оттуда уже на 3-й была железная шарская лестница. По этим ступенькам бежали на 5-й угол, в них в залогах. Кажется, что здесь ничего не изменилось. Те же умные боготонники, на которых это присоединилось, тот же печальный вид впадил из внутренних статистических валах. Занятия по лестнице и общей обоснованным предметам уходили на 3-й этаже сейчас 10 артитектурных факультетов, а когда школу отделяли артитектурные 2-й этажа, но некоторые занятия были с новыми статистических валах. У нас в институте накатливал ход, когда есть в Минске, которые в Минске не наехали. Я не пришел, я же, ты не буду, я сейчас. Теперь, с и Кершаном, вот всю рестнице поднимались наверх. А здесь мы видим, наверное, в Магарном кедра, которые, можно было, как бы, было бы, шланг, миша были. И первый шланг, который лежал, вот так, вот так, тихо, вот так, тихо, шланги поворачивали, дезапреты. Так часто они в паре засты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok